В грязь ударю лицом, Завалюсь покрасивее на бок, И ударит душа На ворованных клячах в голоб, В дивных райских садах Наберу бледно-розовых яблок, Жаль сады сторожат. Бессмертные строки Владимира Семеновича Высоцкого Райские яблоки. И может ли быть рай без яблок? Кстати, с яблок все и началось. Изгнали людей на грешную землю. Известно, что вкуснее и полезнее, чем яблоки, нет плодов. И недаром говорят, одно яблоко в день, и доктора не нужны. Я думаю, что в раю яблоки круглый год. А вот как на грешной земле иметь яблоки круглый год? Ответ простой. Заведите себе яблочный конвейер. От самых ранних сортов до самых поздних. Которые хранятся до нового урожая. И вот видите, вот это урожай нового года. А вот осталось у меня в ящичке десяток яблок старого урожая. То есть закон плодового конвейера выполнен. Вот я вам представляю начало конвейера. Это летний сорт. Мельба. Имеет он очень хороший вкус. Вот большинство летних сортов, они к переработке не годны. А вот из этого сорта можно делать заготовки. Сушить, компоты, джемы. Вот написано в ютубе, что он периодически плодоносит. Виднее, не в ютубе, а в интернете. Нет. Вот каждый год он плодоносит. Дерево, видите, такое среднерослое. На среднерослом подвои. И паршой оно не поражается. Хотя там и написано, что оно поражается. Видите, лист чистейший. Ну вот для небольшой семьи, 3-4 человека, достаточно иметь одно дерево летнего сорта. А вот в холодильнике плоды хранятся до сентября. Ну я думаю, что в условиях плодового конвейера такой необходимости нет. Вот второй представитель плодового конвейера. Это знаменитое крымское яблоко. Кандиль. Позднелетний или раннеосенний сорт. Вот хранится он до октября и даже позже. Вкус и внешний вид великолепны. Просто изумительны. Самое лучшее яблоко в мире. Вот думаю, таким змей искусил Еву. Никакими болезнями это яблоня не страдает. Будем так говорить, плодожорки. Не по зубам оно крепостью своей кожицы. Ну иногда там может где-то что-то залезть. Но это только регулирует плодоношение. С тем, чтобы в один год не перегружать это дерево. Дерево вот это на карликовом подвое. М9. Эксперимент я такой провожу. Часть канделея у меня на сильнорослых подвоях. А это на М9. Ну вот это будем говорить 4 года этому деревцу. И вот такой первый урожайчик. Видите? Немного перегружено дерево. Но это, я думаю, не страшно. И вот мы переходим к третьему представителю плодового конвейера. Это яблоко превосходное. И действительно, только превосходные степени можно применить к этому яблоку. Кстати, это прародитель мельбы, как и многих других сортов. Мякоть у этого яблока сочная, нежная, винно-сладкого вкуса. С приятным ароматом. Можно хранить до конца весны. Ну вот лист у нее как раз таки и повреждается паршой. Но одной обработки с кором достаточно для того, чтобы эта болезнь отошла. Дерево это привито на сеянец крымской лесной яблони. Видите, оно высокое. Плодоносит регулярно и очень обильно. Несколько сот килограмм. Бывало и по 300 килограмм я собирал. И бывало даже до полутона. Ну, в этом году такой средний урожай. Но плодоносит оно каждый год. Ну вот я вам показал малый такой конвейер. Всего три сорта. Ну, его надо дополнять обязательно. Вот в моем саду еще есть такие великолепные сорта, как Симиренко и Сары Синап. Вот это поздние яблоки. И плоды их лежат до нового урожая. Вот расширить конвейер можно также. Ну, масса есть сортов, будем так говорить, местной селекции. Вот, например, очень хороший сорт. Старинный. Называется он Шафран. Великолепный десертный вкус. Такая яркая, яркого лимонного цвета. Мякоть, полосатое яблоко. Красные полосы на желтом фоне. Очень красиво смотрится. Это, будем говорить, такой он, ну, среднеосенний. Позднеосенний сорт, розмарин. Очень хороший он для мочения, маринования. Эталон считается маринованных яблок. И вот призываю вас, дерзайте. Пусть у вас яблоки будут на столе круглый год. Вот, смотри, какой урожай. Желаю вам всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.